Нет зла и добра. В нас живет и то и другое. Ангел и демон в нас сидит. И в тот момент, когда нас что-то беспокоит или мы в какой-то конфликтной ситуации, что у нас просыпается, то нами и руководит. Что мы даем выплеску? Чего мы даем? Как мы оборачиваем ситуацию? Кто у нас сидит? Кто с нами и говорит? Кто нами и руководит? Идет негатив в себя. Бесы в тебе бушуют. Они постоянно тебя будут направлять. Подумай об этой ситуации. Разозлись. Об этой. Разозлись. И питаются твоей злобой. Твоим негативом. А это все эмоции. Это все энергия. Большой выплеск энергии. И он уходит в трубу. Только позитивная энергия возвращается назад тебе. Ты знал об этом? Она возвращается тебе. А если ты делишься ею с окружающими, если ты вызываешь у людей те же самые эмоции, они возвращают тебе те же улыбки в ответ. Те же эмоции. И ложится это на тебя как благодать. Благодатная почва. А не позитив, негатив, который из тебя исходит. Он тем же негативом к тебе и возвращается. Да. Вот и думай, что из себя был пускать в мир. Это нужно осознать. Человек, которого... Ты встречаешь людей, и очень важно оставить о себе... Даже с человеком, которым ты поругался, оставив себе все равно положительный момент тем, что ты не стал раздувать эту ссору дальше и в конфликте в этом недолгое время принимал участие. Ты в дальнейшем не сразу вызовешь... Человек будет думать о тебе положительно, потому что ты не отреагировал на него негатив. Ты сдержался. Вызовешь уважение. Пусть не сразу, пусть поначалу это будет его злить, что он оказался ниже и вообще ниже тебя. Это людей очень злит. Но ты не должна на это, или не должен обращать на это внимание, ты должен оставаться на своем уровне, на своей высоте. Не марать руки. Вибрации свои высокие не понижать. Вот. Вот о чем я... К чему я веду. Ты поднимаешься своими поступками, хорошими делами или тем же позитивом, который в твоем сердце постоянно живет. На высокие вибрации. Когда уныние происходит, невера в себя, в то, что ты делаешь, ты опускаешься на низкие вибрации. У тебя все стопорится. Болот. Понимаешь? Может быть, хуже, если не поменяешь эту ситуацию на позитив. Если не развернешься к Богу. Может быть, хуже. Нельзя унывать. Всегда из тупика есть выход. Даже если тебе кажется, что нет, он есть. Так проверяется вера человека. Насколько ты веришь. Ведь мы же практики, прагматики. Нам нужно пощупать, увидеть, услышать, чтобы поверить. А сделать шаг в неизвестность, это немножко страшно. Страшно. Ведь мы, детьми, были бесстрашны. Мы шли за поворот. За поворот. Углублялись в чащу. За приключением. За изучением этого мира. А с возрастом мы перестали это делать. Бояться начали всего и вся. Где наши бесстрашия? Стремление к приключениям? С нами всегда ангелы-хранители. Всегда выведут и помогут. Всё, что нам нужно, это только вера. Всё, что с нами происходит, куча. Всё перемены. Не нужно их воспринимать с болью в сердце. А наоборот. Как шанс себя испытать в чём-то новом. Всё, что с нами происходит. 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 Продолжение следует...